За ковид, конечно, спасибо. Я уже не единожды возвращался к этому вопросу. Напомню, моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились. И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси. Это не только потому, что у нас система здравоохранения правильно сориентировалась. Но мы это все знаем. Поэтому это еще раз говорит о том, что под контролем жестокими давлением система здравоохранения работает. Но я вам хочу рассказать одну историю. Она очень важна с точки зрения сегодняшнего разговора. Находясь в очередной раз в деревне, работая там по деревне, бежит мужик и кричит к Валтам, выговаривая мое имя и отчество. Мы говорим, посмотрите, что человек хочет. Подошли к нему, письмо передает. Александр Роджевич, спасите не то мою жену, не то женщину, неважно, человек. Где что? В Штоновской больнице. Ну, как я сейчас говорю, практически в морге. Последняя минута живет. Естественно, я не мог не отреагировать, посылаю туда своего врача. Приезжает, да, прогноз неутешительный. Умерла, фактически. Я говорю, занимайтесь. Перевезли в Могилев. Каждый, фактически, вечер мне докладывали состояние человека. Асоциального человека. Ну, все равно человек. Для меня это человек. Но меня эта история заинтересовала не только потому, что это человек. Для меня это человек. Но я хотел проверить, как же сработает вышестоящее учреждение. Как вчера мне доложили, специально поинтересовался, отключена ТВЛ. Целый букет был, двусторонняя пневмония, там еще что-то. И не той водки выпила, как мужик этот мне сказал. Лечили, не долечили. Домой забрали, не ту водку выпила. В критическом состоянии завезли в реанимацию. В Штоловской больнице, я еще раз подчеркиваю, я ее практически вытащил из морга. Сегодня она отключена от аппарата ИВЛ. Динамика, говорят. Дай бог, чтобы и так и дальше была неплохая. Стоит вопрос, Дмитрий Леонидович, или вы немножко вас понесло в системе, и вас как министра, и вы лечите только там, где надо лечить. Или вы будете лечить людей так, как я от вас всегда требовал. Меня это очень настораживает. Начальники, еще там, вот тут вы лечите. А люди там попроще, где-то в каких-то районных больницах. Про факт, какой факт? Ну, есть там факт. Ходит фельдшер, яйцо дадут, выпить 100 грамм дадут, как в былые времена, я это наблюдал. Хорошо, нет, ничего. Так вот, я вас хочу предупредить. В ближайшее время мной будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно, неожиданно проверят больницы. Я вас вот пригласил здесь, заместителей ваших. Наталья Ивановна у меня отвечает за здравоохранение. Я про виц-премьера не говорю. Пеняйте сами на себя. Вот так вот будем проверять эти больницы. Слушайте, я подумал, ну, Шкловский район, я там бываю часто. Естественно, когда президент посещает какое-то место, там и здравоохранение, работают с резервами там. Ну, вы это знаете. Я подумал, если там так, то вот я неделю не сплю и думаю, а как же в других районных больницах? Вот я хочу вас всех предостеречь, что пощады вам не будет. И никакие лечения больших начальников вас не спасут. Вот понимаете меня как хотите. Вот один в один, что я сказал, сегодня услышит вся страна. Не только страна. К нам прикованы взгляды многих государств. Миллионы, миллионы людей это услышали. И, пожалуйста, сделайте соответствующие выводы. Спрятаться кому-то за спину кого-то или, как я часто говорю, под плинтус залезть, Наталья Ивановна не получится. Изображать активную деятельность, что мы великие, нам это в стране не надо. У нас государство для народа, цитата. Но таки народ надо лечить. У нас для того, чтобы лечить, есть все. Вот все есть для того, чтобы лечить. Нормально, на нужном уровне. И ковид свидетельствует о том, что у нас врачи хорошие. Мы их хорошо готовим. Но если где-то в вузах не дорабатываем, то в лечебных учреждениях там наставничество хорошо развито. Я не хочу делать глубоко и далеко идущие выводы из этого случая. Но он толкает к размышлениям. А теперь к текущей ситуации. Недавно мы обсуждали вопросы безопасности нашей страны. Это очень важно и актуально. Задействованы все были, в том числе и здравоохранение. От медицинских аптечек до приведения в нормальное состояние лечебных учреждений. Подключаемся и к военным. Медикам военные к нам. Здесь должен быть очень интенсивный обмен. Вы сам военный хирург. Знаете, как это важно. Поэтому надо готовиться. Готовиться ко всему. Всякое может быть. И тут подготовка военных, военные к нам гражданским. Делить тут нечего. Поэтому, какова здесь ситуация. И вот респираторные инфекции, или как вы их называете. Тема очень актуальная сейчас. К сожалению. Мне кажется, как никогда. Как вообще обстоят здесь дела. Тут и гриппуют люди, и ковид еще. Не совсем ушел. Где-то телепается. Второй вопрос. Вакцины. Спасибо китайскому народу и моему другу Си Дзиньпин, что не забывает, помогает. Но мы производим вакцины. Мы создаем свою базу, чтобы уйти от импорта. То есть тема импортозамещения. Третий вопрос. Рекарственное обеспечение. Вроде мы как-то с чужими субстанциями, или как они у вас называются, вышли на 50 и более процентов обеспечения нашими лекарствами. Остановились или есть движение? Медицинское оборудование и развитие материально-технической базы. Наталья Ивановна, я вас попрошу, чтобы правительство этот вопрос возьмется на контроль. Наверное, нам надо прекратить строить дворцы. Как в здравоохранении, так и в образовании. Нам очень нужно учителей поднимать, чтобы учитель был учителем. Во всех смыслах этого слова. Школ у нас хватает. В каждом микрорайоне новые школы мы не построим. В то время, как в центре Минска пустуют старые. Ничего страшного, маршруты продумаем и подъедем в школу. Тот, кто хочет учиться, тот найдет, как подъехать. Поэтому вот здесь нам надо больше обратить внимание на зарплаты учителей. С врачами я поручал сделать шаг после ковида и поддержать врачей, насколько мы способны, по заработной плате. Сделали, как-то вы назвали это, ковидные эти надбавки, перевели в заработную плату. Ну, этот путь правильный. Но у нас немного осталось мест, где больницы вообще никакие. Очень немного мест. Поэтому там мы должны закончить или модернизацию, или же строительство больницы. Надо материально поддержать тех, кто работает. У нас есть и нянечки, как мы их называем, и среднемедицинский персонал, медицинские сестры. У них тоже работа выше головы. И врачи. Надо поддерживать. Надо делать так, чтобы у нас не было никакого дефицита. Ну и вопрос, в связи с этим, кадры. Реальная ситуация с кадрами. Что происходит? Я знаю, мы сделали сильные шаги в плане образовательном. Там 60, вроде, процентов целевиков. Движемся к тому, чтобы вообще набирать врачей таких, которые закончат. И мы будем знать, куда они поедут. Без всякого распределения, без всего они придут уже и будут знать, куда поедут, потому что у него есть договор. Ничего страшного. Надо готовить у себя врачей, которые будут работать на свою страну, на свою родину. Но, тем не менее, какая ситуация кадровая сейчас в здравоохранении. Ну и рад других вопросов, которые вы хотели бы сегодня обсудить. Пожалуйста. Точный президент, по прогнозу эпидемической ситуации, обстановка полностью контролируемая. Значит, количество заболевших, пациентов с коронавирусной инфекцией, я докладывался, 3,5% и сегодня на утро менее 3%. Поэтому здесь у нас вопрос не возникает. Безусловно, мы сейчас наблюдаем небольшой прирост заболеваемости преимущества среди непривитых лиц с легкой и средне тяжелым случаем заболевания. Вы совершенно справедливо подчеркнули, это важно. Сейчас так модно называть, у вас три демии наступает. Это коронавирус, вирус гриппа и респираторные вирусы в ожидании этого эпидемического сезона. Но мы спокойны в этом отношении, потому что против коронавирусной инфекции у нас привито население, товарищ президент, 72%. Я специально проанализировал и взял официальные документы по ВОЗу, это выше, чем в России, выше, чем в Польше, выше, чем в балканских странах. И фактически это среднеевропейские показатели. 39% уже привито против гриппа. И 60% детей, которые у нас уязвимые группы, которые тоже привиты против гриппа. Поэтому мы полагаем, что мы приняли фактически все превентивные меры и, кстати, не выполняя никаких административных нажимов, то, что было ваше поручение. Комплекс медицинских мероприятий проводится, мы не расслабляемся. В частности, есть медикаменты. Я даже скажу, что медикаментов достаточно много, потому что мы готовили запасы против ковидной инфекции в том числе. Запасы кислорода более трех месяцев на пиковых. Нагрузка нам позволит работать. Мы не прекращаем работать. Кстати, работа экспертов. И Наталья Ивановна, периодически экспертов, вызывает к себе по регионам. Поэтому эта работа не прекращается, а также подготовка специалистов на тренерах и семинарах.